Что такое мини-мозги, рассказали школьникам из Академгородка на экскурсии в Институте цитологии и генетики. Здесь такие органы выращивают уже два года. Ученые изучают на них процессы в мозгу человека, которые происходят еще до рождения. Татьяна учится в биолого-химическом классе и очень любит науку. На экскурсию в одну из самых интересных лабораторий Института цитологии и генетики пришла с удовольствием. Ведь здесь могут вырастить мозг прямо в пробирке. В результате получают миниатюрный аналог. Было очень интересно. Я хочу сказать, что такая возможность посетить разные институты очень, я так считаю, познавательна, потому что это возможность узнать что-то новое, поучиться и, возможно, выбрать профессию. Мини-мозги похожи на мозг эмбриона в первые дни после зачатия. А значит, на них можно исследовать процессы, которые происходят с мозгом человека до рождения. Многие заболевания, например, умственная отсталость, закладываются у ребенка еще в утробе матери. На мини-мозгах можно отследить механизм возникновения патологии и найти ген, который за нее отвечает. Тогда умственную отсталость можно будет определить еще на пренатальном скрининге. А в будущем, возможно, даже создать лекарства. Мы же не можем посмотреть в развивающейся эмбрионе эти события. Мы только можем их реконструировать. Ну а это в живой системе. Можно съемку вести, можно разные параметры жизнедеятельности, можно еще всякие свойства смотреть, как идет восстановление. Мини-мозги выращивают из стволовых клеток. Обычно такие органоиды живут несколько месяцев и вырастают до 5 миллиметров. Клетки, которые составляют этот мини-орган, они действительно очень сильно напоминают по своему функционалу то, что есть в головном мозге. Но все-таки наш головной мозг, он состоит из большого количества самых разнообразных клеток и отделов. И это не только, грубо говоря, какой-то разный клеточный состав, это еще и их взаимодействие крайне тесное и сложное. Я думаю, что ответ на вопрос, думают ли они, он нет. Исследования по выращиванию мини-органов сейчас проводят во всем мире. Уже создали органоиды почек, сетчатки глаза и внутреннего уха. Однако все это лишь уменьшенные лабораторные модели. Вырастить полноценные органы в пробирке пока нельзя. Но ученые уверены, в будущем это станет возможно. Анна Братушкина и Дмитрий Кан. Новосибирские новости.